Чё-то капец, меня забрили тут в парикмахерской. Давно хотел зайти в эту парикмахерскую, там три парикмахера. И просто сидит очередь, а не кому кто выпадет, к тому и садишься. Ну, можно, конечно, выбрать, но мне там досталась женщина. Я так понял, она просто всех так стрижет. Почему я решил отказаться от длинных волос? Потому что тут довольно сложно найти парикмахера, который умеет это делать. Так я замесом, вот этот магаз, взял бачку, это такая острая колбаса, мясо из нового сада. И яйца. Они тут называются я-я. Кабасица и я-я. Это яйца. Не-не-не-не-не-не. Нифига. Какой народ. Ты хоть убери с языка эту штуку. Вот ты хитрый. Я не помню, я тебя гладил или нет. Хотя не знаю, дать ему яйцо или может быть нет. Хитрый. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас надо немножечко разговориться на камеру, потому что весь день я молчал, только переписывался. Но сегодня мне пришла, кажется, гениальная идея. Потихонечку мой канал на YouTube развивается. Это очень непривычно. Особенно много подписчиков, по моим меркам, начали добавляться после того, как я переехал в Сербию. И пока я жил в Беларуси, и в России, и в Воронеже, почему-то люди не добавлялись так стремительно. Статистику я вам говорить не буду. Она довольно скромная. Но, тем не менее, мне приходит много вопросов. И я подумал, что можно делать из этих вопросов видео и вставлять их в мои видосы. Но вот некоторые приходят от Анны. Часто говорят про смок и запах. Насколько это реально проблема. Там, получается, по всему центру этот смок. Возможно, днем это не так ощутимо. Но вот вечером, когда все приходят с работы, то даже в некоторых районах неприятно гулять на улице. Это, в общем-то, не страшно. Я думаю, начинается это в конце декабря. И продолжается весь январь. Сейчас наступила весна, вот март. И плохого запаха я почти не чувствую. Или совсем не чувствую. Самая жесть, это, наверное, будет длиться примерно месяц. В общем, это вроде как не сильно страшно. Но в то же время это очень ощутимо, на самом деле. Сейчас я в центре. Пахнет немножечко дровами. Но они такие более настоящие дрова. Не такие, как в отопительное время. Так, Russian Traveler. Я не уверен. Возможно, это мой знакомый даже здесь, который в субботице. Вы продаете футболки? Нет, я не продаю футболки, а продаю дизайн. Я делаю дизайн на заказ. И продаю тем, кто продает футболки. Они печатают на своих футболках и продают. Я работаю как дизайнер. Катя Катерина погуглила. Я понял, что средняя ЗП в Сербии в субботице 500 рублей. Блин, 500 евро. А цена, как будто они 4 тысячи евро получают минимум. Как они на такие зарплаты живут с такими ценами? Я уже увидел, что ответил какой-то человек, что средняя зарплата в Сербии 700 евро. Сам я на самом деле не знаю. Но так вот по ощущениям жизни в Сербии люди живут довольно скромно. Может быть, даже ниже среднего в России. То есть у них очень простая одежда. Как в субботице, так и в Белграде, как мне показалось. Мало дорогих машин. Все ездят на очень простых машинах. В общем, с Россией разница огромная. Здесь люди намного ровные по зарплате, по виду. Мне это даже нравится. Кейлевро. Есть ли молодежная, относительно молодежная, русскоязычная комьюнити в субботице? Удалось с кем-то сдружиться и так далее, чтобы время проводить? Или все сложно с этим? Там, по скриптам. Или PlayStation. Сам рассматриваю субботицу для переезда летом. Спасибо за этот прикольный вопрос. Знакомые появляются потихонечку. В субботице, наверное, все знают, кто интересуется субботицей, есть огромная группа «Русская субботица». Там несколько тысяч посетителей разных возрастов и очень легко искать информацию, если что-то интересно насчет субботицы или жизни в Сербии. А я хочу анонсировать группу, которая называется «Бэнкси в субботице», которая посвящена нескольким граффити в субботице, которую рисовал реально Бэнкси. Это реально в граффити Бэнкси. Ну как реально, копии Бэнкси. Она будет скорее для тех, кто хочет потусить вместе. Там мы выкладываем тусы, куда собираемся. Например, вот парни ходили на днях на Дюну 2 на английском языке с сербскими субтитрами. И им понравилось. Я кино пропустил, но вот будут выставки, там какой-то концерт, куда я собираюсь. Поэтому, если вы мои подписчики, вы в субботице и вы любите кукурузные палочки, то, пожалуйста, вступайте в группу. Там можно договориться и потусоваться. Спасибо.